Я думаю, конечно, вопрос на азербайджанских отношениях, вопрос Нагорного Карабаха, Арцаха, будет в той или иной мере обсуждаться с Путиным и Гаганом. Конечно, Турция будет всячески поддерживать агрессивную политику Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха, будет поддерживать всячески то, что Азербайджан закрыл Ачинский коридор, как об этом свидетельствует недавнее заявление, официальное заявление турецкого МИД и так далее. То есть Турция будет поддерживать на все 100% то, что делает Азербайджан, то, что Азербайджан фактически проводит политику геноцида в отношении Нагорного Карабаха, фактически проводит политику нагнетания напряженности на границах с Арменией и так далее. Это для меня ясно. Я думаю, Турция поднимет вопрос также о так называемом Зангизурском коридоре. Почему? Потому что согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года контроль над этим коридором, так называемым, Зангизурским, хотя на самом деле там говорится не о коридоре, а о коммуникациях, он должен принадлежать пограничным войскам Российской Федерации. Турция, конечно, будет всячески стремиться к тому, чтобы она тоже имела возможность контролировать вот эти коммуникации, которые будут проходить по территории Армении и будут связывать с Нахачевами, с Азербайджаном. Почему? Потому что это имеет значение для Турции, двоякое, важное значение. С одной стороны, Турция получает возможность быстро, прямым способом перебрасывать вооружение, техникум, живую силу своих вооруженных в случае необходимости, так сказать, в основную часть Азербайджана. А с другой стороны, это важно для Турции, как же с точки зрения пантюркистских реализаций, пантюркистских планов Турции, связанных не только с Азербайджаном, но и с тюркадочными государствами, в центральной Азии. А что Турция будет всячески стремиться к тому, чтобы получить в той или иной мере тем или иным способом контроля над этими коммуникациями, которые в будущем будут связывать, как я уже сказал, Нахачевань с основной частью Азербайджана. Это раз. Во-вторых, конечно, Турция, я думаю, в той или иной манере поставит вопрос о российских миротворцах, которые находятся в Нагорном Карабахе и обеспечивают безопасность населения Нагорного Карабаха. Я думаю, этот вопрос будет цепотнен следующим образом, Эрдоганом. Конечно, это будет вопрос, будет подниматься Эрдоганом и его следующей форме. Да, согласно заявлению от 9 ноября в течение до 25-го года, в течение 5 лет, эти миротворцы должны находиться на Нагорном Карабахе. Ну, Азербайджан имеет много претензий к этим миротворцам. Они поддерживают армян и так далее. То есть я пытаюсь моделировать то, что будет говорить Эрдоган. Поэтому Азербайджан выступает за то, чтобы эти миротворцы ушли из Нагорного Карабаха и еще до окончания срока, который определен за явлением от 9 ноября. К тому раз Азербайджан не подписывал никакого документа в отличие от Армении. Азербайджан вот стремится к этому. А мы, Турки, Турция, я, Эрдоган, буду упрашивать моего друга, о левостях, чтобы он этого не делал, то чтобы эти миротворцы остались там, как и это предусмотрено, соглашением от 9 ноября. Но взамен мы попросили получить какой-то формы, то или иной формы контроля над вот этими коммуникациями, которые будут в будущем связывать Азербайджан с Азербайджаном, основная часть Азербайджана. Я почему пришел к такому роду, что может быть произойдет подобный раздавал, потому что примерно месяца полтора назад, где-то я был, Эрдоган я сейчас уже не помню, Азербайджанский журналист, по всей видимости, заранее подготовленный, задал вопрос Эрдогану о российских миротворцах. И он сказал, что российские миротворцы останутся там, в Карабахе, до 2025 года, как предусмотрено на этом соглашении. Я думаю, что это было подстроено. И этим Эрдоган пытается открыть, так сказать, возможность Эрдога с российской стороной насчет пребывания российских миротворцев. Если в целом обценивать стратегически, конечно, для Турции очень важно, чтобы российских миротворцев на горном Карабахе не было, как и для Азербайджана, это все понятно. К тому же надо добавить, что Азербайджан, что турки сами стремились к тому, чтобы эти миротворческие силы были бы спешенами российско-тулец, россия этого не допустила в 2020 году. И вот сейчас поэтому турцы пытаются торговаться с Россией. По этому вопросу. Я думаю, в России, то, что звучат со стороны России официальные заявления о том, что Россия никуда не собирается уходить из Южного Кавказа и, соответственно, в действительности. Россия, конечно, не пойдет на такие принципиальные и стратегические уступки Турции. Попытается удерживать то, что имеет. Только что у нас в регионе Южного Кавказа. Так что... Но то, что Турция поднимает эти вопросы, они это свидетельствуют о том, что уже позиции России у нас в регионе не таковы, как ими были они несколько лет тому назад. Они уже не кажутся незабываемыми. В первую очередь для Турции, для Турции, для Турции, для Турции. Появилась такая идея, что можно даже не путем развязывания новой войны Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха. А путем переговоров с Россией можно добиться каких-то подвижек в этом вопросе. А в целом, я уверен, что стратегическая цель Турции у нас в регионе взять и Южный Кавказ под свой геополитический контроль. А это означает постепенное вытеснение России с региона Южного Кавказа. И, конечно, во вторую очередь иноцит армянского населения Нагорного Карабаха, чтобы полностью интегрировать вот эту территорию из армянского населения Нагорного Карабаха состава Азербайджана и, насколько это возможно, усиление давления на саму республику Армению. Так что вот эти цели, я думаю, ставит Турция перед собой и использует Азербайджан в качестве оружия для того, чтобы выгодиться этой цели. Азербайджан 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 Азербайджан